Здравствуйте, меня зовут Игорь Еремин и вы смотрите проект Рэп Ньюз. Сегодня мы подготовили для вас специальный выпуск, где попытаемся восстановить хронологию событий, произошедших с X9 за последнее время. Ведь история настолько запуталась, что многие попросту не понимают происходящего. Мы собрали для вас много интересного материала на фоне последних событий и готовы пролить свет на сложности, с которыми столкнулся артист. Поддержите это видео лайком, если вам нравится подобный формат и наслаждайтесь просмотром. Для начала немного предыстории. Даниэль Эрнандес родился в Бруклине и имеет мексиканские корни, но все свое детство и юность провел в Нью-Йорке. Там будущая звезда познакомилась с бандами и достаточно быстро стала частью криминального мира. Первое крупное дело прошло еще в октябре 2015 года, когда Тикаша обвинили в совращении несовершеннолетней. Тогда Эрнандес чудом избежал тюрьмы, но именно этот инцидент станет первым крупным происшествием в череде совпадений, из-за которых рэпер и попадет за решетку. Конечно, это далеко не первый случай нарушения им закона. Еще в 14 лет мальчик был вынужден начать продавать наркотики, ведь в это время он рос без отца и нужно было как-то помогать матери. Вскоре его лицо появлялось в отчетах полиции чаще, чем в прессе, и он начал дружить с уличными бандами, связывая себя различными узами и конфликтами преступных группировок. Но вместе с наркотиками в жизни Даниэля появляется, так сказать, первый положительный персонаж, его друг, японского происхождения по имени Тикаша. При том, что ребята быстро нашли много общего между собой, именно с ним Эрнандес употреблял наркотики, погружаясь все больше в криминал. Зато в честь этого человека он взял свой самый популярный псевдоним. Пожалуй, самая главная ошибка рэпера это его нахождение в банде Блаттс. Они начали свое существование в далеком 1972 году. Во многом представители Блаттс больше напоминают Альянс, ведь являются объединением самых суровых и опасных представителей криминального мира Нью-Йорка. Когда семья Перу-Стрит-Бойс предложила основать Блаттс, они действовали против других детей улиц, Крипс. Их вражда прервалась только в этом году, спустя 47 лет. 22 апреля 1992 года, спустя 27 лет, в 5 милях от места протестов, имевших место в 1965 году, тишина прервалась вновь. Снова начались насилия, гражданские беспорядки и аресты в США. Но 6ix9ine до последнего отрицает свою идейную связь с Блаттс. Рэпер неоднократно говорил, что использовал всю эту тусовку в качестве своего стиля. А среди преступников он просто искал единомышленников, которые могли бы поддержать его ненависть к обществу, за что в итоге получил много дезреспекта со стороны сообщества. Тикаши не был типичным рэпером. Он стал известен людям не из-за яркого хита, а фотографий в инстаграм. Люди его запомнили как персонажа, который очень специфично выглядит и ведет себя как гангстер. Но последняя сыграла с ним злую шутку. Первые громкие события в музыке произошли весьма стремительно. Рэпер неожиданно познакомился с фараоном. Они встретились в Праге в 17-м году и Даниэль исполнил несколько композиций на концерте Глеба. Для 6ix9ine это было первое крупное выступление. Тогда Атикаша узнала Россия, и здесь его полюбили практически мгновенно. Но и на Западе росли просмотры и множились знакомства. За рекордные месяцы 6ix9ine стал общаться с самыми важными представителями зарубежной сцены, а в рядах его коллабораций появились известные имена. В итоге он смог стать популярным. Его клипы заметили, а образ стал одним из самых узнаваемых. Но жизнь, которую он вел до славы, сыграла с ним злую шутку. Скитлс не смог долго оставаться вне конфликтов. Даже когда в его жизни появилось все, за роскошью и хорошей жизнью остался молодой Даниэль. Он хотел стать голосом молодежи, которую никто никогда не замечал и не слышал, но в итоге стал шуметь сильнее всех. Падение короля улиц Нью-Йорка началось 16 ноября 2018 года. Тогда ФБР арестовывает артистов за подозрений в связи с The Nine Trey Gangsters. Это еще одна известная банда, образованная в далеком 93-м году. При этом представители этой группировки также связаны с блатцем. Рэпера начинают подозревать не только в дружбе, но и в наркоторговле, убийстве людей, рэкете бизнеса и вооруженных разбоях. При этом стоит понимать, что такие события не происходят на пустом месте. Несколько высокопоставленных служителей правопорядка заявляют, что за деятельностью Цикаши они следили около пяти лет. Им явно не очень были интересны его клипы и треки. Незадолго до этих событий, а именно с 8 по 10 ноября, нас X-Nine, Канни Уэст и Никки Минаж производят покушение. В сеть попадает ролик со стрельбой, а это также послужило катализатором быстрых решений, которые доведут Цикаши до тюрьмы. Через несколько дней артист отменил все туры и уволил свою команду. При этом менеджер также подозревается в криминальных делах. Его начинают обвинять в убийстве одного из лидеров The Nine Trey Gangsters. И еще практически несколько суток никто не будет знать, что Цикаши был арестован. И только через твиттер начинают утекать первые слухи о том, что вместе с Эрнандесом в суде оказались его бывший менеджер и три члена банды. Прокуратура выдвинула целый ряд обвинений и практически указала на то, что арест был необходимостью, ведь каждый из участников готовил друг на друга покушение. Цитирую фрагмент заявления прокуратуры. Члены и приближенные к банде, включая 6ix9ine, поддерживали и поощряли преступления друг друга. Они распространяли наркотики, нападали на людей, пользовались оружием, а также пропагандировали такой образ жизни через соцсети и музыку. Цель банды – власть, сохранение подконтрольных территорий и прибыль с действий, связанных с насилием, грабежом и убийствами. Тогда же прозвучали первые сроки тюремного заключения. Эрнандес мог уехать в тюрьму на срок от 25 до 32 лет. Но ему опять везет. Везет от бюрократии. В Америке суды тянутся очень долго, и у 6ix9ine появляется возможность выиграть себе время. Итак, первая попытка защиты. Адвокат артиста запросил домашний арест, предложил залог в 1 миллион долларов, а также поручился, что 6ix9ine сдаст свой паспорт. Но в этом запросе суд отказал, так как шансы в случае убийства на это минимальны. Это бы точно не сработало. А тем временем дело начало пахнуть жареным. Мера в 32 года стала минимальной, и текаши мог грозить пожизненный срок. А все потому, что доказательств и обвинений становилось все больше, а артист не хотел идти на сделку с судом. К концу месяца проходит информация, что и залог в 1,7 миллиона долларов также не является для суда весомым аргументом. Его переводят в федеральную тюрьму. Кроме того, 6ix9ine попросил, чтобы его посадили в отдельный блок, где нет членов банды Cripps и Bloods. В это время его жизнь начала катиться в пропасть. Но на этом проблемы Даниэля не заканчиваются. Бывший менеджер крадет у исполнителя 2,5 миллиона долларов. Эти деньги текаши должен был получить за тур, но его компаньон в команде с другими представителями объединения присваивает эту сумму себе, оставив многих обманутыми. Новое слушание по делу назначают на сентябрь, и в итоге артист до него должен привезти за решеткой еще 9 месяцев. Конец ноября не заканчивается, а шумных событий, связанных с текашей, становится все больше и больше. Внезапно обнаруживается, что согласно расшифровке телефонных звонков, полученных в ФБР в ходе судебного расследования, участники банды The Nine Tries Gangsters в частных беседах утверждали, что исполнитель никогда не состоял в их банде. Это дает почву для нового расследования и пересмотра всего дела. После этого Атикаши забывают до декабря. В то время ему предлагают пойти на сделку со следствием и признать свою вину, но исполнитель отказывается и ждет суда. В тюрьме ему не так и плохо, он имеет возможность видеть свою девушку и дарить подарки своим родным. Также он начинает работу над новым альбомом, несколько раз звучат намеки об освобождении звезды, но на новый год он так и не окажется дома. И тут рэпер понимает, что ему нужно работать со следствием ради своей свободы. В итоге Сэкс Найн сдает трех человек, чтобы смягчить себе приговор. Ими оказались рэпер Куда Би, который по словам Сэкс Найн стрелял в Чиф Кифа, и два уже ранее арестованных знакомых члена банды. Сделал он это после того, как узнал, что мать его ребенка изменяла с членами банды, а также проводила с ними прямые трансляции. А уже в феврале он сам признает себя виновным. Он согласился с судом по девяти пунктам, связанных с рэкетом, торговлей наркотиками и стрельбой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В середине февраля прокуратура заявляет, что готова перестать преследовать артиста, но ему нужно будет сдать всех участников банды. Также в этот момент решается вопрос о защите его как свидетеля. В это время он может потерять свою карьеру рэпера, ведь ему нужно будет полностью избавиться от всех опознавательных знаков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а в марте ему разрешают первые суточные свидания в тюрьме, а в деле появляются новые лица. За время, проведенное в тюрьме, Тикаша много работает над собой. Приводит себя в форму, и дело идет к закрытию, не хватает только признания от новых подсудимых. В апреле у артиста даже появляется своя студия в тюрьме. А менеджер с X9 пошел на сделку со следствием. Два суда уже было отменено, а следующий состоится уже в июле. У артиста есть все шансы выйти на свободу, ведь практически по всем преступлениям были найдены виновные, которые признались в содеянном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но вряд ли на свободе Тикаша будет чувствовать себя хорошо. Он потерял все и лишился многого. Сейчас только ленивый не хочет отсудить у него деньги за срывы мероприятий. Хотя это, пожалуй, лучше, чем находиться пожизненный срок за решеткой. А на этом такой вот насыщенный документальный практически выпуск закончился. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если вам понравился подобный формат видео. И помните, вам будут приходить уведомления о новых выпусках только тогда, когда вы нажмете на колокольчик. Хотя вы наверняка это и без нас уже знаете. Спасибо за просмотр и до скорой встречи в следующих выпусках. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok